МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телевидение продолжало свою работу. Но после отъезда Позикова за границу, главная редакция осталась без главного редактора. И тогда исполняющим обязанности на роль главного редактора пригласили редактора газеты Мелитопольские известия Мишу Кумака. Ну а там, где был Миша Кумак, там начиналась политика. Первое, что мы отсняли, это было актуальное интервью. Здравствуйте, уважаемые зрители! Я депутат городского совета по 28 округу Михаил Кумов. На телевидении я представляю комиссию по информации горсовета и созданную сравнительно недавно по ее инициативе газету Мелитопольские известия. Сегодня мы открываем новую рубрику, рубрику «Актуальное интервью», в которой вы сможете встретиться с наиболее интересными, наиболее известными в городе людьми. Гостей нашей рубрики мы надеемся определять с вашей помощью. И поэтому ждем ваших писем. Пишите на адрес Мелитопольского телевидения либо газеты Мелитопольские известия. Итак, первое актуальное интервью. Анатолий Ильич, более года назад, в апреле 90-го, вы были избранным председателем городского совета, а полгода назад, в январе 91-го, еще и председателем из полков. Можно ли сравнить первое и второе полугодие вашей работы? Считаю, что объединение двух должностей председателя городского совета и председателя исполнительного комитета это был единственный верный путь в решении тех проблем, которые стоят перед городом, перед селом, перед областью. Почему? На мой взгляд, разделение должностей председателя городского совета и председателя исполкома это была очередная ошибка в структуре власти, которая привела, в свою очередь, к двое властью, к неразберихе. Почему? Потому что отсутствовали четкие функциональные обязанности председателя совета и председателя исполкома. Велась в борьбах кто главенствующий, кто старший, кто кому причинен и так далее. Наконец-то было принято, на мой взгляд, разумное решение, вышел закон о местном совете и местном управлении, где четко были определены функции председателя городского совета и председателя исполкома. Конечно, если, работая председателем городского совета, я, честно говоря, чувствовал себя не совсем ловко. Почему? Потому что я был отделен от проблем города и практически я ими занимался только тем, что проводил сессии городского совета, участвовал в составе постоянных комиссий. А сейчас вся тяжесть и ответственность положения дела в городе, это и коммунальная собственность, это и социально-бытовое положение трудящихся города, и торговое обеспечение, и ряд других, ложится, конечно, во многом на отличие председателя городского совета и председателя исполкома, и на весь депутатский корпус. Вверх, когда передача, которую мы записываем, пойдет в эфир, пойдет первый день работы девятой сессии городского совета 21-го сезда. Чего вы ожидаете от девятой сессии? Все знают, в Мелитопольске, наверное, много было наслышано о том, что в городе ведется строительство большой воды, так называемой. На сегодняшний день освоено порядка 13 миллионов рублей. Но, к большому сожалению, из-за многих неувязок и проектантов, и строителей очистные сооружения воды попали в зону городской свалки. На сей счет, областная санитарная станция закрыла финансирование этого объекта, и сейчас решается вопрос, как быть, быть на спутеризации бытовых и промышленных отходов. Всем, чтобы не оттягивать эти вопросы на будущее, а очень хочется за время нашего пребывания в власти сделать хороший подарок городу Миритополя жителям, чтобы у нас была вода, принимается решение с тем, такое решение, чтобы получить часть воды порядка 30 тысяч кубов с Акимовского водозабора. Я обращаюсь к жителям города Миритополя с тем, чтобы они отнеслись с пониманием. Почему? Потому что вокруг большой воды идут очень большие спекуляции. Спекуляции дилетантов, не специалистов, которые будут дружать мысли и, естественно, связывать руки строителей и нас, как руководителей, которые должны обеспечить эти работы. Встремь, чтобы можно убедиться в том, что вода, которую можно сегодня получить, а получить мы воду можем где-то к ноябрю, декабрю месяцу, то есть после декабря месяца мы можем сдавать в город Миритополь еще дополнительно порядка 20 тысяч кубов, а это практически круглый световой день, вода, холодная в квартирах города Миритополя, нам необходимо проверять работу. Но есть различные мнения, и даже среди депутатского корпуса, всем, чтобы не было таких кривотолков, сегодня, на мой взгляд, мы поступили правильно, что депутатский корпус мы все-таки повезли на эти объекты, даты прошли, посмотрели все эти очистые сооружения, посмотрели работу лаборатории, попробовали водички нашей Миритопольской, которую мы сейчас употребляем, потребляем, и ту воду, которую мы будем потреблять после подачи, я думаю, что вот такой шаг позволит нам прикидать возможность, чтобы эту проблему частично, может быть, временно, пока не будут введены наши очистные сооружения, можно было вопрос решить. Одной из проблем для города является земельная реформа. Сегодня решить жилищный вопрос, а на очереди состоит в архсполкоме порядка 14304 человек, это последний на сегодняшний день, это огромное количество людей, людей, которые уже разуверились справедливости, может быть, в надежде получить жилье. На мой взгляд, одной из таких возможных решения проблемы является индивидуальное строительство. Для того, чтобы можно было учить и предоставить участок, нам необходимо иметь землю. Поэтому и на сессию Росковского Света мы выносим такой же вопрос о землепользовании в городе Миритополе. Если, когда ты поддержишь, думаю, будет правильно, справедливо, чтобы наделяли земельные участки непорядка от 3-х и 6-сотых, что было ранее, а до 10-сотых. Я думаю, судьбы должны в этом вопросе поддержать. Сессия будет решать вопросы сегодняшнего и завтрашнего дня жизни города. А если смотреть немного дальше, каким сегодня, завтра, послезавтра видится вам городское управление в целом? для того, чтобы можно было ответить вопрос, я хотел бы начать вот с чего. Недавно стоялась сессия областного совета народных депутатов. Согласно закону местных советов и местных управлений, местному совету, то есть городскому совету, предоставлено право формировать бюджет города и расправиться им так, как считает городской совет. На сегодняшний день идет откровенное попрание прав местных советов вышестоящими, начиная от области и республикой, в счастье того, что грубейшим разноражаются основные положения этого закона. Ну, маленький пример. Сессия городского областного совета принимает решение создать внебюджетный целевой фонд стабилизации экономики на 1991 год. На первый взгляд все правильно. Наверное, так и должно быть. Мира не дожидаясь сверху с центра каких-то указаний, надо решать вопросы и спасаться здесь самим. Но что характерно, под общим лозунгом, что эти средства пойдут на решение целевых программ области, не дед конкретизации. На мой вопрос на сессии областного совета является целевой проблемой и общеодосной проблемой. Является вопрос водоснабжения города Мелитополя областной проблемой. Поступил ответ нет. Является проблемой общеодосной газификации города Мелитополя. Поступил вопрос нет. Вопрос стрельство у нас «Ролей- Brad Является ли? Нет. Теплоснабжение? Нет. Так что по собору подразумевается областная проблема? Но вместе с тем, с городского бюджета планируется решением сессии во любом порядке изъять 50% остатков небюджетного фонда, поступлений из небюджетных фондов местных советов, то есть городского совета, часть поступлений подпродажи коммунальной собственности, то есть то, что является святая святых города, 50% подходного налога от реализации водочных изделий, долевые участия предприятий и организаций, которые должны передаться местным советам и ряд других. С чем же остается город? И как встать вопрос? Поэтому и на сессию городского совета по инициативе комиссии по информации выносится вопрос об эксперименте по муниципализации городской власти. Сегодня много говорят об этой проблеме. Может быть, часть депутатов, часть и политических, и государственных деятелей при разговоре для слова муниципализация, наверное, все-таки поддаются дань моде. Хотя до конца, может быть, и не могут понять, как это важно и необходимо сегодня для базового уровня, для совета городского. На мой взгляд, мы должны на сессию этот вопрос всесторонне рассмотреть, определить рабочую группу, которая подготовит пакет предложений и через наших депутатов Верховного совета Украины, товарища Сычева и товарища Белого, передать на рассмотрение Верховный совет. Я бы очень хотел, чтобы в процессе муниципализации городской власти город Мелитополь был первичем. Я думаю, что это будет огромным подспорьем в решении многих вопросов, которые город может решать и должен решать. Я, пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность всем предприятиям, осмотрительным и легкой промышленности, которые поняли, что сегодня город Мелитополь вытащить из той рутины, которую попали мы благодаря завидной и непродуманной экономической политике, можем мы только сами. Поэтому я таки повторяю, что я за муниципализацию. Это один из выходов решения государственной власти. Но очень хочется надеяться, что предложение нашей комиссии в самом деле будет и проанализировано, и принято. Хотя многие говорят, и не без оснований, что муниципализация это определенный риск, и если мы пойдем первыми, то, возможно, и будем допускать какие-то ошибки. Так вот об ошибках. Если бы можно было вернуться, ну, скажем так, на год назад, и вы могли бы только одну из своих возможных ошибок, ну, тех, которые вы совершали в течение этого года, исправить, какую бы ошибку вы стали исправить? Да, вопрос очень сложный. Но я буду кратать. Наверное, сегодня на всех уровнях деятельности, членской деятельности, должны работать профессионалы и люди компетентные. Поэтому, если бы можно было возвратиться назад, подбор кадров, на мой взгляд, я бы делал бы по-другому. Не исходил бы из конкретных данных, то, что было принято раньше, не исходил бы из личных симпатий и антипатий, а, наверное, брал бы за основу компетентность и деловые качества. Ну, кроме всего прочего, у будущего мэра, очень хочется надеяться, что в декабре у нас будет уже не просто председатель совета исполкома, а мэр такая возможность появится. Так что будем надеяться, что все будет хорошо. Конечно, я хотел бы в это верить. Вообще, это оптимизм. На следующий день состоялась сессия городского совета, где поднимался очень серьезный вопрос об использовании пресной воды и ее расходе в нашем городе. Подключать или не подключать к нашему водогону Днепровскую воду? 11 июля в четверг, через 15 минут начинается девятая сессия городского совета. Наш первый собеседник Анатолий Семенович Коваль, председатель постоянной комиссии по строительству транспорта и связи. Четыре месяца он работает как освобожденный председатель. Анатолий Семенович, чего вы ждете от нынешней сессии? Я, как председатель комиссии по строительству транспорта и связи, считаю, что первый вопрос нужно решить, вопрос землеустройства в городе. Выдать земельные участки людям, желающим индивидуального строительства. В настоящее время таких желающих больше тысячи человек. Но земля в городе пока нет. И нужно решить городскому совету отделение окружной границы города и выделение земельных участков. Я думаю, что на этой сессии этот вопрос будет очень остро дебатироваться и вопрос будет решен положительно. Девятая сессия городского совета начала свою работу. Повестка дня, такая, как она подготовлена к президиуму, предполагает рассмотрение 13 вопросов. Какой она будет? Это решат депутаты. И об этом мы расскажем вам в первом же перерыве сессии. Который требует... Ну, требует... Вот пока... Итак, закончилось первое утреннее заседание, первый перерыв. Главным вопросом утреннего заседания была вода. Днепровская вода, которая может прийти в город уже в этом году, а может и не прийти. Прийти из Акимовского водовода. И, впрочем, подробнее об этом расскажут два человека, которые были, пожалуй, героями утреннего заседания. Это начальник управления водоканализацией Виталий Семенович Максимов и депутат по 12 округу Павел Васильевич Друпов. Существующее положение с водой в городе это критическое. Воды нет. Дело в том, что ее просто под землей нет. Уровни постоянно падают. Только за 90-й год упала она 10 метров. Никто не гарантирует, что у нас сегодня, от вечера, завтра, через год скважины будут работать. Поэтому, на мой взгляд, единственной альтернативой является строительство водозабора с открытого источника. Прорабатывали все различные варианты этой проблемы. И пришли к выводу все специалисты, что единственная возможность это получение воды со святой источника, с Каковского магистрального канала. Викторович Друп отдает должное усилиям руководства водоканала по решению серьезнейших проблем с водой. Однако придерживается иной точки зрения на перспективы развития водоснабжения города. Ситуация, которая у нас сложилась с питьевой водой в городе, исключительно катастрофична. По тем данным, которые мы располагаем, воды у нас в городе осталось примерно на полгода. Более глубокую воду мы, видимо, не сможем выкачивать, и качество этой воды уже будет гораздо хуже. Но, тем не менее, продолжается та же самая ситуация, когда мы этой ценнейшей, бесценнейшей питьевой водой, используем ее в самых странных нуждах, и в технических, и в санитарно-технических, которые, извините, может быть, даже неудобно, но, извините, мы питьевой водой сливаем бочки в туалетах. Сливаем в туалет. Понимаете? До тех пор, пока мы не изменим ситуацию, до тех пор, пока мы не будем питьевую воду использовать в питьевых целях, а техническую в технических, значит, у нас никогда положение не улучшится. И тем более оно очень скоро ухудшится. Поэтому мы считаем, и комиссия меня в основном поддерживает, что непровкую воду использовать в городе нельзя. Это приведет к отрицательнейшим последствиям, и потомки нас потом проклянут. Вот. Ту воду бучарского горизонта, которая у нас еще есть, ее нужно сохранить. Может быть, даже поскольку непрорудные порции шахты выкачивают, значит, ее нужно выкачать первыми, и закачать ее в запас. Использовать только в питьевых нуждах, буквально чуть ли не по несколько литров на человека выдавать, поскольку ситуация тяжелая. Вот такие две точки зрения. Не берусь предвосхищать события, но главный санитарный врач города, да и большинство депутатов, судя по всему, поддержит Виталия Максимовича. Ну а я, так же, как и большинство депутатов, рискую и пью воду из этих бутылей. Надеюсь, что все обойдется. Интересно, а что сейчас, спустя почти четверть века, думает по этому вопросу Михаил Владимирович Кубак? Здравствуйте. Спасибо тем, кто смотрит эту передачу, и кто смотрел наши передачи 20-25 лет назад. Достаточно забавно сегодня наблюдать вот эти долгие монологи. Не знаю, много ли людей смотрели их тогда, наверное, несколько больше, чем сейчас, потому что выбор был невелик. Но тем, кто все-таки смотрит эту программу. Сначала единоначалье. Конечно, единоначалье в управлении эффективнее, чем дуализм. И тогда это было правильное решение. И сегодня в городе должен быть один руководитель, который отвечает за все. При этом, в те времена, которые показывает программа, Совет был больше, чем сейчас. В нем было больше энтузиазма. Он больше решал. Наверное, я ошибался тоже, но последствия деятельности того Совета, как мне кажется, скорее позитивной. Теперь, что касается Днепровской воды. Тогда это было актуально, сейчас не очень. Потому что в городе очень серьезно сократилось водопотребление. Печально, но большая часть заводов не работает. Город живет совсем другой жизнью. Не той, что жил 20-25 лет назад. И к этой жизни всем нам нужно привыкать. Многие со мной могут согласиться. Могут не согласиться. О том, что в городе должно быть единоначалье. И здесь я полностью согласен с Михаилом Владимировичем Кумаком. Более взрослое поколение помнит, каким хозяином в городе был Борис Алексеевич Крючков. Одно его имя наводило трепет на нерадивых сотрудников. А какой был прекрасный тандем. Анатолий Ильич Мангл и Александр Александрович Решетняк. Это были в городе хозяин. Хозяева города. Я за то, чтобы в Мелитополе и сейчас был один руководитель. Но когда я сказал, какого руководителя я хочу своим знакомым, они сказали, ты живешь в нереальном времени. Я хочу, чтобы хозяином города был человек, который любил бы наш город больше, чем деньги. И не ставил бы задачей поиметь от города, а принести городу как можно больше пользы, а не думая о своих собственных интересах. И пока депутаты на городской сессии решали литерический вопрос, пить или не пить Днепровскую воду, нерадивые хозяйственники не знали, куда деть избытки питьевой воды. В эфире программа «Мы». Жителям города из наших передач уже знакома улица Луначарского по дому номер 17, где произошло самовозгорание угля. Теперь же мы поднялись вверх и дошли до самого последнего дома этой улицы, дома номер 110. Осеннее пора, чьи очарования. Можно было бы так начать наш репортаж, если бы... Ах, это извечное, если бы... Расскажите, что у вас здесь произошло? Ну, что у нас произошло здесь? Постоянно вода вот эта вот, извините за заражение, вонь здесь постоянно, вода из канализации течет, и никому ничего не надо, никто этим не занимается. Директор отмахивается вообще от нас в этом отношении, обещает сделать, обещает лично здесь присутствовать, но никогда его здесь нету, никогда его здесь не дождешься. Ходит в кабинет, выслушал, говорит, я этим не буду, этим не буду. А директор какого завода? Завода имени Воровского. Это тот, который рядом с вами находится, да? Да, который вот сразу за забором, вот у нас завода имени Воровского, пожалуйста. А как детвора реагируют на вашу эту воду? А детвора очень хорошо видят воду и думают, что это им пляж, Азовское море, ну, только же запахайте, не море, ну, ничего, они идут в воду и балуются, пачкаются, а родители ругаются потом. Ну, и я не знаю, вот когда это кончится, я не знаю, уже всем оно надоело. Вот если бы там возвышенности не было, вода бы, вот эта грязная, шла бы к третьему подъезду, но там чуть-чуть выше, туда она не может подняться просто. И вот стоит постоянно. Не хватает все-таки воды, да? Да, не хватает просто, она не успевает упитываться. Вот они пробьют вот эту трубу, она уходит, вода, потом мгновенно по новой забивается, и по новой начинается опять грязь. И вот с этим бириться уже дальше нельзя. Вот окна наши, мы тут проживаем, все в окнах, вся эта вонь, извините за выражение, все в квартире, да. Ну, мы же тоже люди, в конце-то концу. Хоть мы и живем в такой стране, ну, в конце, надо хоть что-то, хоть элементарное что-то делать. Но не только в забитой канализации все проблемы этого дома. Штукатурка, которая вот-вот упадет на голову жителей и их гостей. Трещины и щели в стенах. Ливневая труба у самой крыши поломана, и поэтому вода стекает по стене. Дом номер 10 цветет. К сожалению, не в лучшем смысле этого слова. Чтобы трубы менять. Так мусор туда сыпли. Не засыпали эти ямы, а мусор, вся улица входит, и туда мусор, и там уже и крысы, и что-то там только нет. Да страшно, что делать-то. Никому ничего не надо. Уже жаловали сколько. А тут площадку они обещали сделать для детей, там, что-то сделать, там, ну, там, асфальтик или что-нибудь. Ничего так и не сделали, забросили. А хотя бы загородили, чтобы туда мусор не бросали. А, вот в дворе кирпича на все проходили уже отхожу. В наше время весьма трудно достать овощи. Да и засорить эту неочищенную канализацию, вероятно, непросто. И вновь мы будто бы окунаемся в прекрасную осень. Но это не дождь. Это вода, которая постоянно вот так вот льется из колонки, расположенной рядом с домом номер 110. Именно постоянно. Потому что даже если нажать на рычаг, напор воды не увеличивается. Ничего, никто, никому ничего не надо. А вот машина, которая только что пять минут заедала или две. Он уже заехал, выкачал и выехал. Пока через верх пойдет и там. Он заехал, развернулся и уехал. А так же лужа и будет. И та же самая вонь. Я был уже несколько раз на приеме. Он несколько раз обещал, но ничего не делал. Последнее время, последний раз я был на приеме. Он сказал, ничего делать не будем. Занимайтесь сами. Вам нужно, говорит, бульдозер, нужно машина, нужно эскаватор, чтобы погрузить, засыпать асфальта. Ничего в нас нет. И делать мы ничего не будем. Категорически отказал директор от всего. А зам директора по соцвопросам, Павел Иванович, тот вообще не занимается совершенно ничем. Этот дом забросили и никто не думает заниматься им. Совершенно. Ни ремонтом, ни благоустройством, ничего не делают. И делать не хотят. И отказываются полностью от него. А вас обещали переселить в какой-то другой дом, дать новые квартиры. Как этот вопрос? Это обещали еще, когда начало перестройки было. Жаловались люди, писали в Верховный Совет, Совет Министров. Это еще в 86-м году? Да. Было постановление госполкома о выселении этого дома. Но сейчас все заброшено. Так как уже... Он стоит в санитарной зоне трех предприятий, этот дом. А Забаровского завода еще каких? Мебель. Масла. Масло эстракционное. И вот винный завод. Вот это площадь занимает. Винный завод. Правда хорошие. Крысы, гусеницы. Да, крыс в особенности много. Крыса уже доходит до того, по подъездам бегает. Бегает по подъезду. Заходишь вечером, со второй смены приходишь. И по подъездам бегаешь крысы. Идешь и у тебя вот так, крыса, мыши, мыши. На санэпидемистанции, говорит, дворно занимается АХО. АХО говорит, дворно занимается санэпидемистанцией. Друг на друга перекладывает. Мы выслушали только лишь одну сторону. Если другая сторона желает высказаться, наша программа к вашим услугам. Но лучше было бы, если бы эта тема, этот вопрос был решен без лишних разговоров. Загадочная все-таки душа у нашего населения. Стоит установить новый забор, покрасить его красочкой, чтобы было все красиво и хорошо. Обязательно хочется написать им на заборе что-нибудь неприличное. Не правда ли? Просто великолепная задумка. Детский сказочный городок со старинным замком, горкой, площадкой. Это единственное в своей оригинальности место в нашем городе. Но даже невооруженным глазом мы нашли нет-нет, не погрешности строителей, а проявление вандализма. О том, какая около замка грязь, не стоит говорить. А вот внутри... Впрочем, к этому мы еще вернемся. А пока обратите внимание на кирпичные стены. Вряд ли какой-то ребенок имеет такую силу, чтобы оторвать от цемента кирпич. Да и то, что рядом мы кирпичей не увидели, явно говорит о том, что это дело рук взрослых людей. Да и чтобы выкрутить эти перила, нужно обладать недюжинной силой. С чувством детского восторга мы входили внутрь замка. А внутри уже вспомнили слова из знаменитой басни Крылова. От радости в забу дыхание сперло. Внешне замок напоминает Средневековье. Но внутренние надписи на стенах говорят о современной культуре наших детей. Внешне замок напоминает Средневековье. А это площадка перед замком. Обидно, что мамам, приводящим детей сюда играть, самим присесть и поговорить о наболевших проблемах уже негде. Да и неприятно видеть поломанные качели. Непонятно и то, зачем хлам из квартир выбрасывается на детскую площадку. Не каждый родитель сможет пустить ребенка на вот такую горку. Вероятно, в стиле Средневековья были сделаны площадки и частоколы. Но они, к сожалению, были рассчитаны не на современных вандалов. А рядом с площадкой детские садики ЖЭК и одна из лучших школ города. Средняя школа номер 15. В таком возрасте дети верят еще в сказки. Так, может быть, не стоит разрушать их веру. Вот такие вот проблемы были 25 лет назад. К сожалению, они до сих пор так и остались проблемами.